Всем привет! Это урок 129. В этом уроке мы пишем звук с помощью медиарекордер. Воспроизводить звук мы научились. Теперь попробуем его записать. Для этого можно использовать медиарекордер. Этот же класс используется и для записи видео, но об этом поговорим в следующих уроках, пока нас интересует звук. Чтобы медиарекордер записал для нас звук, он должен знать источник звука, формат записи, аудиокодек и имя файла. Если вкратце, то кодек это способ сжатия данных. А под форматом, я так понимаю, здесь подразумевается контейнер, т.е. способ хранения. Я не буду углубляться в эти вопросы, т.к. не являюсь специалистом. В Винете сейчас очень много статей на эту тему. В хелпе есть пример, в котором используется кодек AMANB и формат 3GPP. Их я и буду использовать в своем примере. Напишем простое приложение, которое будет записывать звук с микрофона и даст возможность прослушать то, что записали. Создадим проект. ProjectName P129.1 Media Recorder Audio. Добавим строки в strings.xml. Рисуем экран main.xml. Две верхние кнопки стартуют и останавливают запись. Две нижние — воспроизведение записанного. Вставим код в MainActivity.java. В OnCreate задаем имя файла, куда будет записываться звук. Так же как и для Media Player в хелпе есть подробная схема состояний и действий для Media Recorder. Советую ознакомиться. В Record Start мы избавляемся от старого рекордера. Затем удаляем файл для записи, если он уже существует. Далее создаем и настраиваем рекорды, используя ряд методов. SetAudioSource. Указываем источник звука. Микрофон. Кроме микрофона есть еще несколько источников. VoiceCall — звук при голосовом разговоре по телефону. VoiceDownLink — только входящая часть VoiceCall. VoiceUpLink — только исходящая часть VoiceCall. Комкодер — микрофон, связанный с веб-камерой. VoiceRecognition — с микрофона будет записываться исходный аудиопоток без преобразований, чтобы получить максимальное качество. Используется для распознавания речи. VoiceCommunication — аудиопоток с микрофона будет заточен под VoIP. Если три последних варианта не поддерживаются текущим устройством, то будет использован микрофон по умолчанию. SetOutputFormat — указываем формат 3GPP. SetAudioEncoder — указываем кодек для сжатия аудио . Остальные форматы и кодеки можно посмотреть по ссылке в описании видеоурока. SetOutputFile — указываем имя файла, в который будет вести запись. После всех настроек вызываем метод Prepare, который подготовит рекордер к записи и стартует запись методом Start. В RecordStab останавливаем запись методом Start. После этого метода необходимо заново настроить рекордер, если вы снова хотите его использовать. Кстати, метод Reset также сбрасывает все настройки рекордера, и после него необходимо заново указывать источник, формат, кодек, файл. Но объект новый создавать не обязательно. В PlayStat и в PlayStab стартуем и останавливаем воспроизведение записанного файла. Тут ничего нового для нас, все это обсуждалось в уроке 126. В методе ReleaseRecorder мы освобождаем все ресурсы рекордера методом Release. После этого объект уже нельзя использовать, и необходимо создавать и настраивать новый. В манифесте необходимо прописать права на запись звука и работу с SSD. После запуска приложения вы можете записать звук с микрофона и прослушать его. Распишу еще несколько интересных методов. Set Audio Channels. Можно задать режим записи. 1. Моно или 2. Стерео. Set Audio Encoding Bitrate. И Set Audio Sampling Rate. Соответственно Bitrate и Sample Rate. Если опять же вкратце, то Bitrate это насколько качественно запишется звук, а Sample Rate как часто считываются данные с микрофона. Подробности можно узнать у Google. Set Max Duration. Позволяет указать максимальную длительность записи. По достижении этого времени в миллисекундах запись останавливается, а слушатель, указанный в Media Recorder on InfoListener, получит следующий код. Set Max File Size. Позволяет указать максимальный размер файла. По достижению указанного размера в байтах запись останавливается, а слушатель, указанный в Media Recorder on InfoListener, получит следующий код. Разумеется, эти методы надо вызывать перед вызовом при Pay. На сегодня все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok